Добрый день, дорогие друзья! Мы зашли в магазин, Хоум Март называется. Ой, как он кричит! Вот здесь мы находим сейчас, справа от нас, витрина с фруктами. Тут фруктов каких только нету. И груша, смотрите-ка, авокадо, дыня корейская. Посмотрите, вот это дыня. Вот смотрите, виноград какой крупный. Кира, вот смотри, виноград, вон он. Вот он. Рядом зеленый виноград тоже. Ну, мы не любители этого винограда, поэтому мы не покупаем, мимо проходим. Дальше пошла зелень всякая, грибы, перцы всевозможные. Ой, как он зазывает покупателей! Прямо вот, посмотрите. О, огурцы. Огурцы не надо? Нет, нет, не надо. Ну, будут лежать, будут лежать. Не знаю. А это что там? Вот это что такое? Лучок такой, что ли? Ой, бай! Такой тоненький-тоненький. А вот посмотрите, какой набор перчиков. Вот, смотрите, какой набор перчиков, да? Очень хороший, кстати. Когда немножко суп надо заправить. Большой не хочется резать, да? Да. Или вот. Посмотрите, но не дешево. 4,980. Это где-то 3 доллара вот этот. Один пучочек. А вот здесь, Кира, что написано вот тут, а? Ёмди. Ёмди это? Что это Ёмди, да? А-а-а, ёмди. Джусай, Джусай. Вот, тоже Джусай. Так. Вот посмотрите, как они вот этот лук нарезают, парей. Этот лук очень в Корее популярный. Очень во многие, во многие блюда его кладут. Так, он стоит Кира сколько? Не знаю, что цен нету. Цен нету? Они, может, еще не это самое? Не оценили, что ли? Чеснок. Ой-ой-ой. Уже готовый. Даже перемолотый. А вот посмотрите, сколько разнообразия тут, вот этого корейского тубу. Тубу. Нет, нам не надо, у нас есть. Вот посмотрите, какое разнообразие тубу. Разных сортов, разных цен. А есть, кстати, да, дорого. Есть дорогие очень. Так. Нет, есть дорогие. Я видела по пять даже тысяч вот такой вот. Один вот такой тюбик. По пять тысяч я даже видела. Так. Вот посмотрите. Вот тут тысяча четыреста. Тысяча двести. Так. Пророщенный. Ну, тут что? Тут... А сколько стоит? Четыре девятьсот девяносто, да? Может, один возьмем все-таки? Да? Возьмем. Тем более у нас там один, два, три, четыре, пять. Возьмем один. Так. Ой, ты как разрывается, кричит. Так. Вот тут какие-то сушеные, посмотрите, овощи. Да? Что это такое? А тут посмотрите, какое разнообразие сушеных овощей. Да. Ну, надо их как-то уметь, наверное, обрабатывать. Вот я лично не умею их обрабатывать. Сухой лук, все сухое. Ага. Ну, вот умеют же кореянки готовить. Тоже уже порционно. Угу. Вот здесь пойдем, Кера? Кера, ты! Вообще-то мы сюда сегодня приехали за мясом. Здесь мясо продают такими большими-большими кусками. На выбор можно. А вот не удержались и пошли по рядам. А вот пошли рыбные. Посмотрите, рыбный ряд. Вот тут анчоусы всевозможные. Надо как-то научиться вот эти супы варить с этими анчоусами. Вообще кореянки очень используют во многих блюдах эти анчоусы. Вот. Даже вот какие. Посмотрите, какие меленькие. Вот. Совсем. Вот какие. Ой-ой-ой. О, это вообще червячки. А это что такое? Сухая рыба. А вот это, посмотри, рачки какие-то. Креветки. Креветки, да? И вот рядышком креветки. Ой-ой-ой. Как плохо, что я в этом не разбираюсь. Я не умею из этого готовить. Как-то это. Как холодно. Не умею. Да. Ну что, поехали дальше. Поехали дальше. Мы сейчас плавненько переходим к мясному отделу. Подходим к мясному отделу. Вот так. Вот справа. А посмотрите, здесь в аквариумах рыба живая. Камбала. О, какие. О, живые рыбы. Посмотрите, какие. Огромнючие. Вот тут, посмотрите. Вот эти вот совки огромные, да? При помощи которых этих рыб ославливает. Так что можно живую рыбку купить здесь. Вот так. Да не кричи ты господи. О, крабы, всевозможные. О, разнообразие. О, разнообразие. Вот тут уже готовая, обработанная рыба уже. Кира, пришел, пожарил или что-нибудь сделай. Не надо чистить. Как хорошо. А вот тут вот уже пошла мясная продукция. Нет, Кира, я не хочу. У нас есть курица одна. Да, у нас есть одна. Старушка. Мы же тогда две купили. А здесь лишь подешевле. А куши? Ну, можно взять плов. Папа просит один раз. Давай на плов один возьмем набор. Вот этот? Или вот этот? А ну-ка. Здесь целая курица. Так, здесь 900 грамм, а здесь 600. Лучше это. Получается 900 много. Ничего не много. Ну, ладно, возьмем. Так, теперь. Вот тут вот большие куры, конечно, но мы их брать не будем. Потому что они такие на суп не годятся. Вот плавненько мы подошли к мясу. О, а тут мясо кусочками нарезано. Пойдем. А мне нормально, очень хорошо. О, тут посмотри, Кира, почему ты не показала вот тут сколько мясных. Посмотри. Ой-ой-ой. Давай возьмем килограмма три, Кира. Часть перекрутим, а вот фарш. Ещё один давай возьмем. Ну, один можно взять вот такой. Посмотри, вот этот. Да, пойдет, пойдет. Сколько? 35? Да. 400 тысяч, да? Ну, ладно. Всё. Вот мы взяли, посмотрите-ка. Три кусочка, по-моему. Вытянули 35 тысяч. Вон. Это где-то... Это где-то... 35, ну... 30 долларов. Чуть меньше. Так. Тут продолжаются мясные изделия всякие. Вот тут вот какие-то копчености, по-моему. Да, вон. О, пошли яйца. А ну-ка посмотрим яйца. Вот 34,980. Ну, это дешево, я считаю, потому что у нас 5 тысяч, 6 тысяч всякие. Вот. Но если ты берешь три сразу упаковочки, это 90 штук, то они обходятся дешевле. Вот так. А яиц, ой-ой-ой, таких сортов только нету. Дальше пошли напитки всякие. Так. Пойдем, Кира, посмотрим, где специи продаются. Потому что это все невозможно обойти. Такой огромный магазин. Так. Мы взяли целую тележку, как будто бы собираемся полмагазина скупить. Вот. Сюда. Вот. Мы подошли к перцу. Целый отдел перца. Посмотрите, какого только нету перца. И обратите внимание на цены. Они не дешевые. Не дешевые. Уже размолотый. Это перец в порошок. 17 тысяч. Да, 1 килограмм. 15 долларов. Ну, вот если бы знать, что он такой горький, то можно было бы, конечно, и купить. О, тут огромный. Это, Кира, по-моему, это знаешь что? Это, по-моему... Как это называется? Приправа, да, для супов. Так. А вот тут, вот, смотрите-ка, засушенный перец продается. Вот такие стручки, наверное, очень горькие. Они их в масло кидают, вот так, особенно китайские. И семена тоже очень вкус дают. Вот, смотрите, какой перец яркий, красивый. Прямо так и хочется купить. А напротив, вот здесь, посмотрите, масло, да? Это что, масло, что ли? Ну, как плохо, когда языка не знаешь. Вот тут вот-вот. Ну, я бы прочла. Это паста соевая, да? Так. Обратите внимание, мы подошли к специям. Вот, посмотрите. Это вот лавровый лист. Это ужас сколько. 7200 стоит вот эта. Вот эта баночка вот этого лаврового. Кстати. Размарин. Размарин, да. Тимьян. Базилик. Итальянские травы. Давай возьмем итальян. О, недорогие. А, это самча? А, это самча, да, живой, да. Ой-ой-ой, каких только... Это гвоздика. Гвоздика у нас есть, нам не надо. Это крупный черный перец, это красный перец. И здесь что пошло? Внизу, вот. Это тоже. Обратите внимание, что цены не дешевые. А внизу, Кира... А вот тут, посмотри, сколько вот тут. Это что за специи такие? Воздика, то же самое все. Это черный перец. А вот это вот что такое? Зеленое. Это петрушка. Петрушка. Петрушка? А может возьмем петрушку? У нас же есть целая банка петрушки сухой. А мне кажется, там у нас какая-то странная петрушка. Я отсюда забрала. Запахов никаких там нет. Вот она такая. А это что? Желатин продается. Что это? Желатин. А, желатин. А это что? Какая-то белая перечка. А белый перец. Угу. А вот это что такое? Перец? Вот их маслом обжаривают. Короче, все это. Угу. Вот, обратите внимание, вот готовят фунчозу, да? Это вот лапша крахмальная. А вот это вот, из которого мы кукси готовим. Это лапша вот этого корейского производства. Вот. Ну ничего, 3 килограмма 4,980. Очень много ее. Очень много. Вот внизу у нас ждут масла растительные всякие. Вот. Какие только хочешь. Какие хочешь. Ем. Ничего не надо. Вот все. Да. Варенье. Это чернослив? Нет, это голубика. Голубика. Любая. Манго. Манго. Это что? Ой-ой-ой, маленькие баночки, да. А это что, Кира? Какая-то паста. Угу. Это лучше. А вот хлебобулочные изделия. Видите, хлеб нарезанный уже ломтями. Но он такой, вы знаете, мягкий-маккий, как вата. Его вообще даже не чувствуется во рту. Вон какие упаковки этого хлеба. Теперь попали в отдел, где всякие моющие средства. Вот мы, бэкинг сода. Вот она, бэкинг. Жидкая она или сухая? Есть сухая, есть жидкая. Нет, по-моему, это сухая. Вот, сухая, да. Но тоже хорошая. Что там говорить? Очень хорошая. Может быть, есть и... Вон она, вон внизу, по-моему. Вон, 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 вон. И она. Так. Ну, конечно, тут, в общем-то, глаза разбегаются. Все хочется купить. Ну, куда его столько? То, что дома есть, хоть бы израсходовать. Ну, где здесь тапки, Кира? А вот это... О, отдел посуды, посуды, пошли посуды. Сегодня у нас тут простынет. Ну, ладно, все равно я хочу посмотреть. О, ножи какие всякие. Вот такой нож. Да, вот такой нож. Вот такой нож надо. Вот он, да. А сколько он стоит? А что там такой... Это хороший качество. Дорогой. Нет, вот он. Все равно дорогой. Не то, что я вчера купил. А ты купила пустой. Ну. Половники какие, смотрите. Всех размеров. Всех сантов. Иди любую. А ну-ка, терка, может быть, здесь найдется? Столько терок тут. Такая же, как ты взяла. Да, ну. А вот, вот это вот, например, что за терка, Кира? Вот, смотри. Вот она. Нет. Вот. Это они так... Туча такая же, как твоя. Плохо она делает. Вот подписчицы столько нам терок посоветовали для морковки. Но мы не находим их, понимаете? Нет, мы бы купили. Надо нам, чтобы нахват. Да. О, а тут кружки всевозможные. Сковородки всякие. О, какие кастрюлечки. Прелесть. Прелесть. О, какая тяжелая. Толстая, видать, дно. Ой, какая. Для зажарки сам мосток. Ай, какая красота. Прелесть. Чашки, давай посмотрим. Чашки. Вот эти чашечки мне нравятся. Какие? Вот эти, вот эти. В смысле, не цвет, а вот именно форма мне нравится. Вот что-то такое. Ну, они не фарфоровые. Пластик. Вот эти красивые. Да. Так, а выше что это? Кастрюльки всевозможные. Ай, какая красота. А тут вот направо контейнера. Всех размеров, всех модификаций, всех сортов. Но больше, конечно, всего я люблю стеклянные. Почему? Они более гигиеничные. Да. Где тапочки продаются? Эти, как их, пакеты полиэтиленовые. Вот. Всех тоже размеров. Всех сортов. Кира, ты не замерзла? Нет, мы не будем сегодня никаких полотенец брать. Потому что их у нас некуда девать. А это что такое? А, тряпочки. Ну, тряпочки у нас есть всякие. Мы накупили их. Вот. Подошли. Морковь. Всегда мытая морковь, она, конечно, всегда дороже. Я предпочитаю вот такую морковь. Не мытую, грязную. Ничего. Я ее дома помою. Сама почищу. У меня есть чем чистить. Где мыть. Ну, я много не буду брать так. Ой. Чуть-чуть возьму. Вот так. Нет, три штуки возьму. Эй, руками не надо грязь. Вот она, вот она, вот она. Все. Так. На липу? Сюда поставь. Так. Картофель возьмем. И тоже. Сильно крупный не надо. Не надо. Я так не выбираю. Вот, смотрите. Все, посмотрите. Вот так. Вот он. 100 грамм стоит 380. Значит, килограмм 3800. Так. Ну, и хватит, наверное, Кира. Хватит, хватит. Смотрите. На. Так, мы набрали и кассир нам сейчас взвесит, цену приклеит на пакет и на кассе мы рассчитаемся. Точно так же и с морковкой. Вот, прицепила цену. Все. Все, пойдем. Пойдем. Поедем. А то дочь моя простынет. Итак, дорогие друзья, наш поход сегодня в магазин, который называется «Хоум Маркет». Хоум Маркет завершился. Вот мы приехали домой. Сейчас мы вам, в общем, покажем, что мы купили. Значит, во-первых, вот посмотрите, стоит упаковка муки. Здесь написано 20 килограммов. И вот здесь цифра 1. Цифра 1 – это вот первый сорт муки, который мы всегда берем, из которого я хлеб пеку. Вообще все хлебобулочные. Самая, в общем, хорошая мука, я так считаю. Она стоит 24 тысячи. 24 тысячи – это где-то 24 разделим на 1300. Ну, где-то 20 долларов. Ну, да, 20 долларов. Теперь что мы еще, из-за чего мы поехали? Вот это вот у меня свинина. Свинина здесь, в общем, без нескольких грамм 4 килограмма. 4 килограмма. 3,988, без 12. Стоит 35 400. Я округляю 36, делю на 4. Это получается килограмм, в общем, 8 с небольшим. 8 с небольшим тысяч вон. 8 с небольшим тысяч вон – это получается, так, округлим, ну, 7,5 долларов килограмм. Тут одна целая мякоть. Задняя часть. Да, задняя часть. Чистая мякоть. Я, конечно, перекручу через мясорубку. Фарш сделаю. Часть оставлю как мясо, а часть перекручу. Теперь что мне сегодня мне очень понравилось? Вот что я опять купила. Лук. Вот этот лук. Я же вам говорила всегда и часто говорю, что лук у нас тут такой, вот такой огромный, приходится его делить. А вот тут вот упаковочка, видите, такой мелкий. Так что мне не придется его делить. Теперь… Три килограмма здесь. Три килограмма лука. Три килограмма лука, да. Ну, тоже ничего, я так считаю. Так. Теперь вот мы перец вот этот болгарский. Мы посчитали, что он, конечно, дешевле, чем я брала упаковку. Вот эта упаковочка, кстати, из которой мы перцы делали, фаршированные, да. Здесь было три штуки, три штуки. Две восемьсот. И стоило две восемьсот. А вот тут вот получилось пять штук, пять перчин, и оказалось, что это, ну, немножко дешевле. Ну, взяли, ладно. Теперь это вот картошка тоже, посмотрите, видите, она нового урожая, картошка. Сейчас, вот есть этикетка. Она стоит семь двести шестьдесят шесть. Не дешево. Где-то, где-то, ну, шесть долларов, так скажем. Округленная, конечно. Теперь вот морковь мы немножечко взяли тоже. Много мы ее не берем. Для плова взяли. Тут тоже цена этой моркови. Сейчас я вам скажу. Четыре пятьсот. Дороговато. Я же вам говорила, всегда говорю, что овощи у нас тут дорогие. Где-то три доллара это. Три доллара за три морковки. Вот представляете, вот три морковки, три доллара. Теперь, ну, конечно, вот это. Очень ценная вещь. Мы взяли малину. Посмотрите, она замороженная тут, да? Двенадцать тысяч. Двенадцать тысяч. Ну, вот тут красивое, конечно. Свежее. Свежее мороженое. Свежее замороженное. Жаль, что нельзя. Непрозрачно. Не можем посмотреть. Двенадцать тысяч это сколько? Двенадцать тысяч это где-то, ну, восемь с половиной долларов. Ну, где-то так, да. Я ее сразу сейчас, потому что она уже начала таять, я ее сразу в морозилку заброшу. Вот. А потом я ее, эту малину, конечно, с сахаром перетру, для чего мы ее, собственно, и взяли. Теперь вот хурма. Хурма, это хурма, посмотрите, здесь упаковано как шесть штук хурмы этой и... Пять девятьсот восемьдесят. Пять девятьсот, ну, шесть округлил. Шесть, да? Это где-то четыре с половиной доллара, так скажем. Теперь вот мы взяли, ну, это, конечно, курица, она такая, она легко варится, быстро варится. Мы ее специально взяли, чтобы из нее плов приготовить. Вот. Потому что у меня курица старушка еще целая есть, из которой бульон. А это, да, ну, семь тысяч, это где-то шесть... Пять. Пять с половиной долларов. Так. И дочь моя взяла, вот, посмотрите, что это такое. Это специальный шампунь для укрепления, так сказать, волос, да? Она специально, это в магазин мы поехали, это не в другом, это в другом магазине. Стоит пятнадцать тысяч. Ну, написано, что прямо укрепляет. Посмотрим, как будет укреплять. Посмотрим. Вот, вот, вот. Нет, нет. Вот. Ой, да что такое, никак. И шампунь. И вот это вот что такое? Дорожный. Такой же. А, точно такой же, только в дорогу, чтобы брать, да? О-о-о. Ну, я подниму вот так, чтобы... Ну, это одно и то. Хорошо помогает. Да? Да. Я заметила. Меньше выпадает. Ну, хорошо. Ладно. Итак, вот, посмотрите, я хочу сказать, что вот это все вместе с мукой взятое, это больше, чем на сто долларов. Ну, дочь моя, конечно, она считает, что это очень дорого, потому что в Костка она за эту сумму намного больше взяла бы продуктов. Ну, так считает. Ну, вы все прекрасно знаете, что такое магазин Костка. Ну, ничего, все познается в сравнении. Вот так сегодня у нас дождь такой льет. Мы поэтому быстро, 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 быстро. Так закончился наш поход в этот магазин. Вот так. И на этом я заканчиваю наш сегодняшний репортаж. Вот. Пока-пока. Пишите, делитесь с нами. До свидания.